Всем привет, вы на канале Никита Твагеймс. У нас сегодня хищные машинки, каретскар, мобильная версия. Выполняем задание, которое вы присылаете в комментариях. Вы прислали такое задание. Нам нужно на полной версии машина из машины 3 сравнить те машины на тех локациях, где мы их открывали на боссах. Пример. Комбайн на пустыне и так далее. То есть, ребята, мы комбайн с вами открыли в битве с Капродом. Значит, здесь я его сравниваю с комбайном. Потом дальше. Архивер, где у нас был открыт, это была у нас битва с боссом Молния. Подлодка. Боссик подлодка. Здесь мы с вами открыли ховера и так далее, ребята. Пройдемся по боссам. Сравним эти тачки. И посмотрим, какая из этих тачек выполнит те задания, которые я для них придумал. Итак, мы начинаем, ребята, с комбайна. Комбайн мы открывали в битве с Капродом. И сравнивать комбайна с другими тачками по боссам. Мы будем в таких номинациях. Это, естественно, по времени. Какая тачка быстрее победит боссика. И вторая номинация необычная. Мы с вами будем на боссах пытаться собрать максимально больше рубинов, пока нас не уничтожат. То есть, боссиков не трогаем. Просто максимально быстро уезжаем. И посмотрим, какой тачке удастся больше продержаться. И тем самым собрать больше рубинов. Ну что, сначала мы тестируем тачки по времени. Так, посмотрим, насколько быстро мы сможем сбить боссика. Так, 3, 2, 1. Все, время пошло. Мы комбайном должны вынести сейчас максимально быстро Капрода. Потому что здесь именно мой комбайн с вами и открыли. Когда победили гаттером когда-то Капродика. Ну, посмотрим. Я думаю, что сейчас у нас проблем в принципе не должно быть. Все-таки Капрод не такой мощный. Вообще-то, что у комбайна у него уменьшительные бомбочки. Отличные, ребята, 23 секунды. 23 секунды. Очень быстро. И следующее задание. Нам нужно как можно больше собрать рубинов, пока нас не уничтожат. Все, то есть мы сейчас энергию не тратим, здоровье не тратим. Комбайном мы просто уезжаем. И стараемся побольше, побольше, ребята, собирать рубиночки. Ё-моё. Бомбочки. А смысл? Смысл? Вот, что мне делать, да? Если я сейчас скину бомбочки, тогда я собью Капрода. Я, ладно. Надо как-то прорываться. Турбочка. Точно здесь надо турбо, ребята. Поддержка с воздуха. О, хорошо. Взяли броняку. Ё-моё, зажимают. Где-то зажимают нашего комбайна. Нет. Полицию вызвал. Ну, вот полицию можно бомбочками сбить. Да, окей. Полицию сбили. Смотрите, какой Капрод побит уже. Так, перелетаем эти тачки. Окей, сматываемся, сматываемся. Нам надо побольше, побольше, ребята, рубинчиков у нас собирать. Так, бомбер. О, хорошо, в контейнеры. Залетели здесь, кстати, может быть, жизняка. Фу, хорошо. Оторвались. Наконец-то оторвались. Ё-моё, всё, бомбы больше не сбрасываю. Бомбы больше не сбрасываю, иначе я уничтожу Капрода. Пока 454 рубинчика. Как-то маловато. Как-то маловато, ё-моё. Он сейчас сам себя уничтожит. Всё. Ну, 520 рубинов, да, я там видел? Нам удалось собрать. Собрали 520, ещё за сбитых 150, а не, 390, 150, и того 540 рубинов. 540 рубинов у комбайна. Ну что, идём в гараж, берём следующую тачку. Это у нас архивер. Архивера мы с вами открывали, когда победили босса молнию. Так что архивер сейчас, ребята, у нас будет сражаться с молнией. Так, вот он, босс молния. Это у нас вторая локация. Китайская стена. Вот этот боссик. Мы его победили, главного среди федералов, и получили тачку архивер. Поэтому в этой номинации сейчас мы должны будем в первом раунде максимально быстро вынести боссика. Так, поехали. 3, 2, 1. Всё, таймер включили. Смотрим, ребята. Насколько быстро нам удастся это сделать. Ага, тут жизняка есть в самом начале. Ну где он? Вот она, молния. Так, сразу нам надо быстро, быстро, максимально быстро, быстрее, чем комбайн сделал. Ну как-то, как-то, как-то я уже чувствую, не очень у нас получается быстро. Бомбочки попали. Ещё одной попали. Хорош. Уже 28 секунд. Ё-моё, проигрываем. Проигрываем. Так, вот так ещё покусаем, покусаем. Немного я сейчас бомбу сбрасываю, ребята. Промазали. Походу промазали бомбой. Давай-давай, последний момент. Последние секунды. 43 секунды. Ну да. Как-то не очень получилось. Окей. Сейчас следующее испытание для архивера нам нужно на этой же, получается, на этом же босике собрать как можно больше рубинчиков. Во всяком случае, их должно быть больше, чем 540, потому что мы комбайном собрали 540. Как вы видите, у нас ни дронов, ни спин-офф нет, для того, чтобы тачки как-то максимально были в одинаковых условиях. Ну что, поехали. Уезжаем, сматываемся, стараемся. О, тут была жизнь. Ну, нам не нужна жизнь, ладно. Молнию не трогаем. Молнию не трогаем, ребята. Трогаем только рубины. И стараемся турбоэкономить. Ух ты, ещё и жизнь взяли, отлично. У архивера все шансы. Да тут и рубинов, я бы сказал, побольше рубинчиков. Так, перелетаем эти тачки. Уже 460, ребята. Я уже чувствую, что здесь повезёт архиверу. Может быть, он даже первое место займёт. Посмотрим. Так, ещё и жизнь подхватили. Ух ты, сколько тут рубинов, ребята, в этой кучке. Да, я их всех забрал. Сколько тачек полицейских. Короче, я их всех вынес. Пришлось сбросить парочку бомб. Так, там всё. Молния нас пытается доставать. Сдавай, архивка. 927 уже. Да, мы здесь тысячёнку точно накосим. Так, тачки меня зажимают. У меня жизни закончились. Бомберы, спасите меня. Фу. Хорош. Тысячу. Тысячу собрали. Надо жизнь, якобы, сейчас найти. Давайте где-нибудь жизнь. Кто-нибудь положите нам жизнь. Тачки какие-то все застрявшие. Есть, ребята, взяли жизнь. И архивер продолжает дальше. Продолжает дальше. Смотрите. Полиция, сколько за нами едет. Так, ещё взяли турбо. Отлично. Всё, сматываемся. Сматываемся от молнии. Ух ты, уже 1100 у нас. Ё-моё. Уничтожил. Случайно уничтожил молнию. Итого у нас... Итого собрали 779. За сбитых нам 420 дали рубинов. Итого 1199. Но тут в два раза лучше, чем комбайном. Мы собирали. Окей. Следующую тачку, которую мы открыли с боссиком, это был ховер. Как вы помните, судно на воздушной подушке. Мы победили тогда босса под лодку. Где ховер? Вот ховер. Так что сейчас, ребята, будем тестировать ховера. Для этого опять переходим в уровни. Находим остров. Мы тогда с вами по острову ходили. Вот этот остров. И здесь победили под лодку. Победили под лодку, получили ховера. Тогда он был в клетке такой, на корабле. Посмотрим, ребята, как быстро сейчас ховер сможет вынести под лодку. Так, 3, 2, 1. Понеслась. Время пошло. Ну, под лодка это мощный босс. У него, как вы знаете, броня крепкая, поэтому и все так будет у нас. Я думаю, просто, как кажется. Так, вот у нас под лодка появилась. Так, ну давай, под лодочка, подъезжай поближе. Я тебя жду. Все, жарим ее синим пламенем. Так, давай, 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 ее подпаливаем, подпаливаем ей брюхо. Пропаливаем, окей, тут еще жизняка рядом с нами. Ее можно пока не брать. Нам надо как можно быстрее. Ну, уже больше 30 секунд. Вот, уже одну минуту проиграем. Ой, фу, я так, так увлекся, ребята, что чуть ли бы ховера не взорвал. Но мы, смотрите, особо ничего не отняли. Надо, значит, бомбы сбрасывать начинать. Вот, с бомбами другое дело пошло. Хорошо. Давайте прокатимся, чуть бомбочек подсобираем. Так, видите, половинку жизни вынесли. 10 бомб, короче, сбросили. Немного покусались. Ее-мое, все, надо сматриться уже. Так, ищем жизнь. Ищем жизнь. Иначе мы проиграем. Ё-моё, я чувствую, что мы проиграем. Я в воздухе, короче, в воздухе. Бомберы. А что толку? Бомберы, что толку? Вы мне не поможете, я думаю, уже. Ё-моё, да где жизнь? Ё-моё, а? А что ты будешь делать, ребята? Увы, нас подлодка вынесла. Половину, да? Больше половины жизни ей отняли. Так, ну окей. Тогда сейчас берем следующее испытание. Нам нужно с вами собрать как можно больше рубинчиков. Даже если бы мы с вами сбили эту подлодку, все равно у нас время уже ушло давно за 2 минуты. Поэтому смысла особо здесь уже никакого нет. В любом случае, ховер проиграл комбайн и проиграл архиверу. Но подлодка, видите, подлодка более прочная босса, пока броня. Так, сейчас у нас следующее испытание. Нам нужно собрать тогда как можно больше рубинов. Я думаю, здесь, может быть, победим архивера. В принципе, рубинчиков. Смотрите, сколько много везде валяется. Не заехал наверх. Да. Ё-моё, что это было? Как он выехал? Как он выехал? Я уже хотел бы засчитать поражение ховеру, но нет. Мы не смогли подняться благодаря турбочке. Так, побитый ховер, побитый, но едет. Продолжает свой путь. Делайте, ребята, предположение, сможем ли мы собрать больше 1000 рубинов. Я думаю, сможем, если найдем сейчас жизнь, походу. Пока нет. Пока жизняки есть, вот так бомбочками отстреливаемся. Потихоньку бомбами отстреливаемся. Вот она жизняка. Почему мы её раньше не нашли, когда на время играли. Так, уже 1000. Да, тут однозначно ховер, я думаю, победит. Так, ещё уже 1100, отлично. Мы без проблем, я думаю, без проблем победим комбайна и архивера. В плане собира, они рубинка нам ещё. Предстоит следующий боссик. Поэтому надо запасный собирать. Так, застряли. Отдаём её. Ладно. Опять наверх. Короче, опять наверх мы заехали. Вот там было рубинов много. Подлодку мы вообще потеряли из виду. Я уже её и не наблюдаю нигде. Непонятно, она нас преследует, не преследует. Даём. Почему мы врезаемся? Вы заметили, ребята? Врезаемся. Какую-то невидимую преграду. Не можем заехать почему-то на эти площадки. Так, окей. Всё, видите, тачки уже стали помощнее. Да, помощнее тачки стали. И сразу нас вынесли на изи. Так, я смотрю, 1639 рубинов здесь написано. Посмотрим, сколько будет в реальности. Да, так и есть, ребята. 1639 рубинов. Ну, окей. У нас осталась последняя тачка, которую мы открыли. Именно в битве с боссом. Это босс у нас был Снегоуборщик, Король Севера. И мы с вами тогда спасли Циклона. Вот сейчас будет самое интересное. Посмотрим, что сделает Циклон в битве со Снегоуборщиком. Ну, я думаю, он вряд ли его победит. Но если только повезёт. Только если повезёт, потому что босс очень мощный, очень сильный. Вот этот Снегоуборщик. Ну, посмотрим, кто его знает. Вдруг. Вдруг мы победим. Да ещё и быстрее всех победим. За 20 секунд хотя вряд ли сделаем. 3, 2, 1. Всё, поехали. Циклон, Снегоуборщик. Вот он, вот он, Снегоуборщик. Вот он, Король Север. Я сразу ему в колёса бросаюсь. Под колёса, под гусеницей. Давай его сразу. Но надо как можно быстрее его кусать. Вот, вот так, хорошо, нормально. Зажимаем его за себя. Смотрите, он не может проехать. Да, он не может проехать. А, ё-моё, я его выбил. Так, давай, давай. Так, подходи, подходи ближе, дружище. Ё-моё, ё-моё, ё-моё. Сматриваемся, жизни нет. Турбо нету, жизни нету. Ёшкин ты, что мы сделаем? Ничего мы не сделаем, ребята. Хотя бы были... Да, всё, ещё сейчас... О, нас чай задавит. Ё-моё, мы застряли, по-моему. Ну да, тут без вариантов было. Особо мы не продержались. 50 секунд у нас вынесли. Ну окей, да, здесь циклон проиграл однозначно. И сейчас давайте посмотрим, сколько циклон сможет насобирать рубинов. Так, ну поехали. Главное подальше держаться от снегоуборщика. От босика. И это вот его... Тачек, которые его защищают. И на нас только нападают. Вот он, снегоуборщик. Ё-моё, сматримся, сматримся тачки. Тачки, отстаньте от меня, не трогайте меня. Так, окей. Турбочки собираем, да. Так, собираем усилители турбо. Нам тогда будет всё нипочём. Так, на окна ламбомбы. Сбрасываем им бомбёки. Чтобы они толком нас не трогали. Там была жизнь, ребята, я не знаю, как я их развивал. Но окей, пока 356 рубинов, этого очень мало. Идём дальше. Давайте вперёд так вот пролетим. Ну и что? Немного рубинов здесь и там собираем. Так, хорошо, отстреливаемся. Жизнь уменьшается. Дайте мне, дайте мне кто-нибудь жизняку. Но тут их не бывает жизняк, поэтому... Возможно, без вариантов уже. Хотя, кто знает, а вдруг... Пока хоть собираем 740. Мало. 740, очень мало. Рубинов. Ух ты, там снегоуборщик ещё. На ему бомбёк, на бомбёк. Так, ещё. Ещё немножко вперёд. Ух, какие тачки пошли мощные уже. На нас нападают все, кому не лень. Ну, смотрите, ребята, вы заметили, что жизни нет? Здесь вообще нету. Короче, я сейчас вверх пролечу. Но мы тысячёнку... Тыщёнка, я думаю, это неплохо. Тысяча двадцать два даже. Всё, 1149. 1149, ребята. Ну, думаю, неплохо. Посмотрим итог. Да, 1149, ребята. 1149. И что? Что у нас в итоге получается? Ховер у нас, ребята, насобирал больше всех рубинщиков. У него аж 1639. Потом, можно сказать, Архивер и Циклон в плане рубинщиков делят второе место. А вот по времени, ребята, однозначно победил слабенький комбайн. Потому что там у него слабенький был босс. Хотя и комбайн тоже не очень мощная тачка. Ну что, ребята, вот такой у нас получился видос. Ставьте лайки, подписывайтесь. Кто любит играть в Каретскар третью часть, пишите комментарии. На этом всё. Пока-пока.